В России и странах СНГ лишь около 23% людей старше 15 лет имеют высшее образование, а значит, что большая часть населения занимается физическим трудом. Такие люди получают образование в училичах и техникумах на базе основного общего образования. Они получают специалитеты, работают, соответственно, на фабриках, заводах или в компаниях, где требуются люди рабочих специальностей. В России за такую работу платят намного меньше, чем, например, в Италии. Там люди, занимающиеся малоквалифицированными рабочими обязанностями, получают в среднем около 25 тысяч евро в год, то есть чуть меньше 2 миллионов рублей. Конечно, на руководящих должностях получают почти в 4 раза выше, чем на должности обслуживающего персонала. Сравнивая зарплату сантехника в России, которая получает в среднем 30 тысяч в месяц, чего еле хватает на кварплату, налоги, продукты и воспитание детей, зарплата сантехника в Италии кажется подарком судьбы, ведь она в 5 раз выше. Но заработная плата людей рабочих специальностей сильно зависит от региона. Так, в средних регионах стран Евросоюза средняя оплата физического труда выше, чем на юге на 2-5 тысяч евро в год. Больше половины стран Европы имеет установленную правительством минимальную заработную плату. Выше всего она в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Ирландии от 1500 до 1900 евро в месяц, ниже всего в Болгарии – 260 евро. А это значит, что человек, официально трудоустроившись, гарантированно получает эту сумму. Во Франции минимальная заработная плата составляет около 1400 евро. Там благоприятный климат и приятный менталитет. Но несмотря на то, что страна входит в десятку наиболее развитых государств мира, трудовой рынок здесь не в самом лучшем состоянии. Уровень безработицы на февраль 2018 года составлял 9%. К тому же, страна является довольно привлекательной для мигрантов. Рождаемость среди местных жителей снижается, а население растет за счет приезжих, что больше повышает конкуренцию на рынке труда. В среднем на каждую вакансию в стране 2,5 претендента. Проще всего найти место в Париже, Леоне, Бордо и Страсбурге. Сложнее в Лиле, Мампелье, Нанси. Тем не менее, развивающаяся экономика, эффективная налоговая система, прозрачные условия ведения бизнеса, высокие социальные стандарты вдохновляют приложить усилия, чтобы отыскать работу и остаться жить. Во Франции открываются просторы для работников сферы обслуживания, поваров, официантов, барменов, пекарей, парикмахеров, портных и прочих. Эти профессии высоко оплачиваются и имеют статусность на рынке труда. Плюс ко всему, во Франции вид на жительство выдают чаще, чем в Италии или Швеции. Дания является страной с весьма высоким уровнем жизни. Она отличается не только большими заработками, но и стабильной экономикой. Самыми востребованными профессиями на 2019 год были такие, как плотник, медицинский персонал разного уровня, инженер, техник, электрик, сварщик, водитель. В 2020 году особая популярность приобрела работа в социальной сфере. Она подразумевает под собой уход за пожилыми людьми, присмотр за домом и трудоустройство нянечками в детские семьи. Преимуществами работы в этой отрасли является экономия денежных средств на аренде жилья, ведь зачастую персонал проживает в одном доме с работодателем. Особую актуальность приобрели и вакансия для трудоустройств на фермах. Они могут специализироваться на выращивании скота или различных культур. Данный вид заработка хорош тем, что существует вероятность устроиться на работу даже без знания датского языка. Главное хотя бы минимально владеть английским. Из преимуществ такой работы можно выделить ее сезонность. Если вы собираетесь поехать на короткий промежуток времени, то, разумеется, лучше выбрать развивающуюся страну. Популярностью сейчас пользуются Польша, Чехия и Финляндия. В этих странах облегчено получение визы по рабочим специальностям. Довольно известный факт, что любые услуги, связанные с физическим трудом, стоят в Европе очень дорого. Вызвать сантехника на дом обойдется не меньше 100 евро, 50 евро за вызов и 40-50 евро за час рабочего времени. Еще лучше обстоят дела с электриками. Их рабочее время обходится в 60-100 евро в час. То есть их работа стоит 160-510 евро за одну ремонтную работу. Даже починка холодильника или стиральной машины может сильно ударить по кошельку. В 2020 году в Германии одними из самых востребованных профессий являются водители любого вида спецтехники. Крановщики, бульдозеристы, рабочие строительных профессий, младший медицинский персонал для работы в учреждениях и найма на дом. Ремесленные рабочие, уборщики всех видов территории, садовники, работники по домашнему хозяйству, способные выполнить сразу несколько видов работы. Няни и сиделки для людей с ограниченными возможностями или даже для детей. Оплата труда составляет в среднем 2000 евро в месяц, но при гибком графике можно устроиться в несколько мест одновременно. Средний медицинский персонал востребован всегда и везде. Особенно если дело касается тяжелых больных и тех, кто нуждается в оказании помощи на дому. Как правило, это женская профессия и многие не соглашаются работать в таких условиях по семейным обстоятельствам. Медицинские техникумы и колледжи ежегодно выпускают огромное количество специалистов, однако именно в этой сфере дефицит кадров, потому что спрос вечно превышает предложения. Можно сделать вывод, что в Европе высокая оплачиваемость физического труда, которая соответствует энергозатратам рабочего персонала. То есть уровень качества предоставляемых условий для работы и труда выше, чем в России и странах СНГ. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.